на повестке дня у нас следующий вопрос обмен обмен опытом борьбы за повышение уровня реального содержания заработной платы все началось раньше но данная ситуация началась в 2013 году сентября когда началось падение рынка примерно на 15 процентов по россии и где-то по нашим моделям 20 процентов тогда началось первое сокращение не первое увольнение работники хотели больше получить окладов пытался поднять людей на чтобы давайте поборемся за то чтобы не 5 докладов предложение как и даже обладать ли 4 4 помада было а 18-20 работники это штыки хорошо а как его речь не шла забавлен оборудование а просто будет сказать что будет запущена система обычно сокращение потом посмотрели на жена груди нормально никто не бунтует да ладно вот вам 4 процента 4 окладные все сессию до свидания в принципе большинство работников так этим воспользоваться дальше вас еще хуже еще одна черная позиция цен труба евро нет это одно взрослого упала чтобы чтобы что-то умеет чему душе в гости я второй смен это сначала третья смена то вторая осталась одна также то же самое предложение ты пора 10-18 закладов опять ничего нет никаких действий и и еще больше не в пить и а за год а ты старину 20 до цента 30 километров люди не все городские и многие люди которые работают на периферии и очень трудно найти работу потому что еду доехали город с того что мегаполит большой очень очень это занимает много пробки туда-обратно но очень людей очень это сильно начала беспокоить также составе стороны как первички попал форт влагали какие-то действия очень просто сложно было трудно поднять народ и очень много в принципе даже не устраивался и тогда в принципе 5 окладов как и деньги такие люди хорошие но и как не работа к с того нестабильного предприятия они все довольны в принципе это все дело и кончилось а на данный момент что еще еще был один важный момент это как февральская зарпата потому что по суду мы выиграли выиграли ряд 100 по компенсациям и льготам за предусловие труда потому что как за прошлой аттестации по по прошлому законопроект рабочих мест не было забота на развитие компенсации какие конкретные ваше место было все три вида компенсации и по суду выиграли все три вида то есть у нас четыре процента прочная ставка осенний отпуск и из 6 часов в рабочей неделе возле долго в этом операциях не признавал мы все-таки метро добились что у нас теперь данный момент тысяч 6-часовая рабочая неделя но наш добрый правительственный аппарат решил что аттестация это плохо и шевел специальный оценку условий труда что и возможно вас быстренько воспользоваться вернусь к февральской зарплате то что тысячи часов мы назначили товарищ говорил что а по факту мы работаем 6 часов а зарплату получается по прежнему своими часа не увеличилась как она должна быть все это зарплаты пришли пришли квитки посмотрели все то же самое и началась уже народ уже пошел пошел уже пошел первое заявление государство инспекция труда что типа все правильно и парьтесь все будет хорошо все было написано все было сделано правильно там я уже не помню государство инспекция по матрице все тоже поддержала проверка первая инстанция да что все хорошо ребята сильно возмущаться потом у нас что произошло как тинат уже прошел концу сейчас мы вступили в переговоров наложилось то что не очень хорошая экономическая ситуация в россии к этому что именно в автомобильном острасте а еще намного хуже чем по в общем по стране искали слышать джейм объявил об уходе мы потеряли смены порядка тысяч человек рабочих ниссан остановил неделю нет нами на месяц на месяц на производство вольво сократила одну смену вот такая ситуация и еще самое печальное что можно не самый лучший момент для континента и город но люди уже поднаелись этого все что уже сжимается 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 ну а дальше уже некуда вроде как уже пора и на как никто по сути так это что 7 приходит до мать и семья что типа четко сидишь то давай уже другой работает вещи кто работает за годом тому это немножко сложно и ничего этого я еще не упомянул что мы с того вот уже год работа на 4 дневки фактически плюс простой постоянно что в этом году уже объявили помещено простое понедельника и в том году два месяца простое апреле мая и еще ряд декабре декабре мы ушли на три недели раньше ну так все зарплата рассчитывается не полностью а вот две трети от четырех нет то есть еще еще меньше и 3 дней средний от среднего а 4 нет две трети с учетом простоет он дает появился выдoneщ anything еще меньше 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 мисс Website самое интересное что просто социальный вопрос что минист и прощается она занимается менеджмент еще больше начинается только назначение постоянно каждый они работают пить работают пятидневки все в это все это видят все это знаю и никакие простых нет уезжаешь просто выезжаешь на завод количество автомобиль на парке в почти не уменьшается причем хорошие и это все это все это видится все это как постоянно в таком котле уже второй год происходит сейчас вот что у нас коллективный перегор подходит к концу все не прошли почти все не финансовые пункты осталось много раздел по зарплате главный самый главный прошел до свидания была была красивая презентация на 50 минут что графики идут вниз рубль падает нефть тоже падает продаж нет кирилл даже заплакал данное предложение зарплату на 14 процента как по нашей формуле было прописано еще в том темно говоря что инфляция плюс 20 процентов золотая формула форта и она принципе работа то есть все эти годы просто прошлый год она мы снизили тоже за счет всех этих потрясений до 10 плюс один процент на данный момент многие поддержали даже только инфляцию поймите поймите мы вообще вот мы мы работаем как можно понять будем как социальные партнеры да хотя и многие говорят что это сексуальный партнер самое главное только вот то сверху просто как понять человека который работает мать-одиночка трое детей 22000 получает нас что-то просто на любую я надо взять менеджера который получает 150 тысяч работа пятидневки простой высказать его на автомобиль да вот на данный момент у нас с понедельника уже недели забастовка в данный момент очень 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 сильно хорошо поддерживаться рабочими высокий дух но часть работников сиропа продолжает работать меня объявляю специально чтобы такой вообще всеобщем забастовку потому что по опыту седьмого года тогда мы решили сделать полный стоп все ушли за предприятие поставить две недельки и начали работать на будь-то дать от всех вытаскивать из трассе ну скажем потом вторую результатов нет и все такое прочее что будет терять веру и как все это пригласилось через 25 дней но какие-то все равно были с подвижки это как громко забастовка самодрительная современная россия была на тот момент практически самая такая месяц месяца я лично участвовал не все это то и добили добили что-то но он же требование было плюс 30 плюс 30 процентов зарплаты на данный момент как происходит ситуация что часть работников простой постует но находится на предприятии и а часть работников работает но в поле меньшая часть и высылаться какая часть товарищ который час вместе работают на бригаде он работает а тот смотрится типа давай-ка ты веришь дружок уже нам присоединяйся тут такой не они вот такая ситуация ходит кто-то присоединяется постоянно очень часто причем с понедельника по 4 все количество все постучек плану увеличилось 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 количество количество продукции примерно падала по раману все эти инженеры состав launch команды которые следует как-то инженера в общем все инженера офисные работники даже табички стали на линии на улице там подвали какие телеги а сегодня вчера иду вот уже на линии стоит по идее хотя вроде как ты даже и находиться не должен ты скажи что по полу договора мы сегодня свою работу плюс 10 процентов здесь процент он еще должен получить пойти по нашему коллективному заплату а кто и заставляет работать а некоторые люди вообще конечно типа мы вообще как бы не видим смысла поставьте что вы поднимете на 2 процента сейчас а потом будете пиариться поднимать и ну и чего хотя и надо еще побороться за нее последняя встреча с работодателя по поводу переговор по зарплате еще раз то после презентации той она тоже не не пришел никаких результатов особенных но в силу того что уже в неделю завод такой стоит более чем на половину процентов не пускается и заказ может заказу возможно как поступком что вы имеете то что марка модель уже поменялась на рынке и на улицах и еще нет хотя она уже должна уже быть здесь по идее уже давно и люди пытаются пытается это вытаскивать настрой есть а и попали поле по лицу уже вице-президента по отношению и кто видит непосредственно переговоры уже вроде как подвижки уже уже готов уже готов подойти конкретного обсуждения вот пока показать достаться на данный момент такая ну я очень хотел бы попросить вас как от лица всех простых организаций присылайте на наш ящик собака gmail.com письма солидарность мы очень вам благодарна за эту поддержку и всегда просто эти письма на распространение по бригадам люди это читают и это очень очень помогает нашему стремительной борьбе у меня пока все спасибо можно вопрос какая численность ваша и среди приятных работников и всех средней зарплаты общая численность предприятия статная численность порядка полторы тысячи человек но это вместе с офисом со всеми делами потому что именно рабочих непосредственно заняты на линии они сколько там гораздо меньше там человек 700 зарплаты средняя зарплаты если он сам насчет средней зарплаты я еще раз повторюсь уже год идет четырех дня к постоянно простой получается что какая статуса покланина и за счетами стекла такой-то по факту уже год два раза меньше иногда даже и в триме среди допустим она будет 40 допустим а по факту да конечно у нас была проведена конференция по пяти запастовкам у нас будут пять коллективных споров и мы по имеем право на запастовку решение конференции заранее потому что если мы представляем за одну запастовку нам нужно два часа дня опять видами чтобы это время терять нужно мы одно объявляем второе потом ее приставать второе второе вот это время как нам дает не перегонировали можно оформить можно сразу много оформить десять сто запастовок да любая думали сегодня поэтому а завтра потому как раз не одна из кстати хотела опомянуть одна из запастовок по 18 так ладно что но следующее что все зависит остальные подпись если человек отработал от года до двух до трех лет у меня получается 5 окладов и при сокращении любые ликвидации предприятия уже прописано 50 3 до 5 или 7 лет 10 окладов а кто вас выше 7 лет работаете тому 18 сокращение вольного увольнения до свидания я поясню почему 18 окладов если вы знаете есть такой завод форт бельгия который пускает форт мандер выпускал ген форт мандер генки форт мандер велакси вот эти все автомобиль сделали 100 в этом авто конце четырнадцатого года он пригласил свои с вами и все работники были каждому работнику выплачивались компенсации размере 12 тысяч евро и весной тысяч евро за каждый отработанный будет работать то есть получается 10 10 лет поработали на этом апрете хотя мы с многим многие люди там и столько и работать никто даже больше получилось на рублевом полете по выходной пособия 800 тысяч на руки 800 тысяч а некоторые даже оси и вы работаете 15 лет работе то уже за миллион перевален 2 евро на луне установку вот оттуда 18 годов и выросла цифра тоже нет просто там какая-то приходя что то есть нет есть что интереснее и самое интересное что а вот что национальная компания мы задавали вопрос на переговоры почему почему форт европы форт америка не поможет там плохие показатели что тот же вице-президент что мы самая достаточная самодостаточная компания сами по себе ну и что что выбрать мировую как вы знаете так и будет пока так не забывайте дать звать отписан солидарность да все финансирование твой пойдет дальше вас какие организации сейчас поддержали и персональный вот их металл металл да мы напрямую держим связь с металлом сказал что он полностью нас поддерживает нужно запомнить и дали не время для отправки письма солидарность я думаю что на следующий день мы уже получили письмо поддержали я знаю что вы докеры фальшваген калуга поддержала еще вопрос еще вопросы есть что любые выступления рабочих они должны всегда выражаться солидарность 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 от любых коллективов потому что любая поддержка она очень хорошо чувствуется чувствуется и самими теми кто вот сейчас на фоне посту и чувствуется администрация администрация она уже себе не позволяет так сказать многого вот я что хочу сказать в принципе я работал на этом концерне у нас силовые машины этот концерн он все время пока я там работал 15 лет все умирал умирал и почти уже умер на самом концерне в основном работают люди пожилые правильно несколько кто-то очень хорошо сказал не работают а дорабатывают в основном люди пожилые поэтому этих людей поднять на забастовку поднять какие-то действия это очень сложно вообще практически невозможно мало того эти люди они наоборот поддерживают администрацию поддерживают начальства и с теми кто выступал против них был просто им защита его просто-напросто разгромили всех кто выступал против давно уже тут фнп ровский профсоюз который существует у нас на предприятие вот типичная история он является как бы таким отделом при администрации что администрации чаще помогает но они чаще помогают администрации так же как и везде фнп ровский вот еще что я что я заметил у нас вместо крупных предприятий сейчас является очень много таких мелких шарах и вот что интересно работа вроде бы работу как которую производили вот на крупных предприятиях допустим на заводных лопатках и так далее и я почему-то вот эти шарашки и передает вот у нас работает там человек 12 по моему мы его специализируем на русских турбинных лопатках я встать завод турбинных лопаток вот у меня как-то слышно рабочие между собой говоришь вот это честно работаем придется увольняться просто работы а нам на вот всю все заготовки с этих вот завода турбинных лопаток сейчас вот навезли заготовок и у нас тут полно полно работы несмотря на то что в общем-то кризис в стране увольняют а вот у нас и вообще чувствуется то фирмочка то маленькая а крыша то у нее такая довольно серьезно потому что они довольны чем уверенно себя чувствует вот недавно приобрели еще два до этого было так сказать ты чипу или координатных еще два два японских станка приобрели вот пожалуйста надо наращивать выпуск продукции вот установка не где-то мы установ работает вот ребята операторы которые закончили институты и вот они значит на этих станках работ либо работают такие вот пенсионеры как я там несколько человек обеспечиваем работу этих самых пяти координатных станков по зарплате по зарплате значит все очень сложно зарплату нас довольно средненькая так и такая же как и у всех но дело в том что поступаем очень просто в принципе я имею ввиду стариков с большим опытом просто напросто приходим к директору и говорим вот если нам повысишь мы уйдем и он ни слова не говоря исхода директора значит приплачиваем единовременно то есть вот о чем мы говорим это маленькая шарашка там нет я вместе с генеральным директором из уборщицы так что 12 никакого колдоговора это вот частная у хозяина там хозяин арендовал там гараж поставил туда станки и гонит вот эти вот турбинные лопатки вот ту самую продукцию которую хотя вот люди там все деньги там офицированные работа нас примерно зарплата 22 средних мест ну рабочих достаточно мало раньше молодежь вообще понятно не шла в основном охранники торговцы стандартной длиной ситуации там будут пенсионеры мод в последнее время 2012 года пошла оборонка нас по нашему городу большинство оборонки 5 зарплата как бы увеличилась 27 сейчас средняя зарплата у рабочих занятых в оборонной промышленности у токарей фрезеровщиков следствия мсср инструментальщиков шлифовщиков металлогии на трансмажере пошла туда пошла молодежь собственно но вышла как зарплата большая зарплата все платят за здесь а за здесь приходится работать 12-18 часов ну 12-18 часов каждый день некоторые вот у меня друг допустим работать 6 неделю у нас часов тяжело люди начали то есть пытались у крановых побороться чтобы у них за зарплату как ставить сначала на уровень инфляции а потом на трансмаж стали ставится и нас как бы сами рабочие взяли в такой оборот они сказали что зачем вы за эти копейки бьете сразу нормально за 20 процентов нам конкретно сказали надо биться не за 10 не за 5 сразу 20 процентов и вот на трансмажере мы сейчас выдвинулись собрала на требуем наши 20 процентов плюс курс инфляции и это первый пункт а второй пункт чтобы они на ближайшие три года нам зарплату повысили у нас еще на 25 процентов чтобы они приставили на план повышения зарплаты на ближайшие три года на 25 чтобы они рассказали ну как каким образом не собирается развивать производство и могла не собирается это все продавать что зарплата у нас через три года стал 25 процентов больше два пункта мы им предъявили ну и как бы нас на данный момент пока каким образом предъявили пункт ну то есть у нас было профсоюзное собрание металлургических цех металлургического цеха потом вот импражда тоже был собрание и собственно говоря с металлургического цеха со второго 105 цеха у нас обороны и так далее но люди подписали мы отнесли у нас создался как бы комитет вот куда нас мастер металлург выходит который сейчас взаимодействует с предприятием по поводу ничего не ответит но они нам не ответили на данный момент мы намерены там письма уже расслали государственную инспекцию труда прокуратуру и так далее намеренно однодневную забастовку и так далее провести на инструментальном цехе потому что просто посмотрите поддержка коллектива да ну то есть они 3 проводят омск у нас наш 1 можно сколько там всего — Предлагаю принять за основу постановления Российского комитета рабочих о обращении к солидарности. Зачитываю. — Так, постановления Российского комитета рабочих о солидарной поддержке борьбы за повышение реальной заработной платы и сохранение занятости рабочих крестов. Российский комитет рабочих, заслушав и обсудив доклад представителей Попова Форд во Всеволожской и Легранской области, отмечает следующий ценный опыт. — Первое. Борьба за повышение реальной заработной платы с помощью включения в коллективный договор требований компенсации инфляции плюс ощутимый процент повышения номинальной заработной платы. — Второе. Формирование требований золотых парашютов для рабочих, как выходных по сути такого размера, которое препятствует сокращению работника. — Третье. Применение гибкой тактики ведения одновременно нескольких метровых споров и, соответственно, проведение забастовочных действий. Российский комитет рабочих поддерживает справедливую борьбу работников Форд Моторинг Компани Заву и призывает подфорганизации напавить письма солидарности по такому электронному адресу. — Форд.мпраз.бакаджмейл.ком. Нижненогой расстрою в марте 2015 года. Кто за? Давайте голосуем. — Ставим вопрос на голосование. — Ну, ты сам, соответственно, что... — Да, предлагается принять за основу. — Я не знаю, просто. — Отлично. — Продолжение следует...